Программа тема дня на канале ТОН-ТВ в студии Михаил Юровский. Мы продолжаем обсуждать тему российского и израильского блогера Александра Лапшина, который публикуется в сетях под псевдонимом Пуэрто. Он задержан в Белоруссии по ордеру, изданному Азербайджаном, по обвинению в незаконном пересечении границы. Он обвиняется в том, что он без разрешения пересек границу и посетил Нагорный Карабах. С нами на связи по скайпу из Аждода журналист Константин Пушкин. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте, Михаил. Мы за несколько минут у вас общались с депутатом от партии НУА, Сианинский лагерь, Ксенией Светловой. Она предпринимает усилия с тем, чтобы он получил, Александр Лапшин, задержанный в Белоруссии, с тем, чтобы он получил как посещение консула, на которое он имеет право, как израильский гражданин, так и меры к тому, чтобы предотвратить экстрадицию, с тем, чтобы его вернули назад в Израиль. Ксения заявляет о том, что консул до сих пор прошел... Какие усилия предпринимает Ксения Светлова в качестве депутата КНЕСТа? То, что она рассказала, во-первых, она работает, она на связи с МИДом, во-вторых, естественно, она на связи с его семьей, с его женой. Если мы уже заговорили, то, понимаете, очень интересно. Ксения Светлова очень опытный журналист и с довольно большим количеством лет работы в этой сфере. И ей, ну, она не может не знать, что иногда, зачастую, такие вещи лучше не поднимать и не придавать публичной огласке. Особенно, когда речь идет о решении той или иной проблемы дипломатическим путем. Обычно всегда клирикально это решается много эффективнее, быстрее и к обоюдному удовольству обеих сторон. Если можно узнать ее суть аргументации, почему она посчитала возможным поднять. Во-первых, она сказала, что, я не знаю, но по ее словам, на мне основания ей не верить. Вот прошло уже пять дней, идет шестой день его предварительного заключения, его задержания. До сих пор не было консула израильского у него. То есть, явно... А он гражданин не только Израиля. И здесь вступает в силу юридическая логика, которая, как известно, не всегда, зачастую, не имеет никакого отношения к общепринятой. Он гражданин нескольких стран, о чем он писал неоднократно в своем блоге. Например, в частности, России. Если мне память не изменяет, если ошибся... Но его российское гражданство не лишает его права, всех тех прав, которыми пользуются израильские граждане. Но здесь вступает в силу вопрос, почему к нему не допускают консула, может быть, на основании того, что у него много гражданств, и ему предлагают другие. То есть, мы не знаем деталей, на самом деле. Да. Ну, факт тот, что, опять, по ее словам, я думаю, что, скорее всего, это факт, что израильского консула до сих пор у него не было. То есть, какая-то работа с мином должна, очевидно, осуществляться, хотя бы в порядке надзора законодательного органа над исполнительной властью. Согласен. Дальше, я упомянул такую массовую реакцию в соцсетях, может быть, и вы были свидетелем этому. Многие высказываются в таком духе, что блогера этого можно назвать а-израильским или, может быть, даже и антиизраильским, потому что у него есть достаточно постов, которые содержат жесткую критику Израиля, не всегда справедливую. И, в любом случае, у него есть периодически некие заявления, откровенно вызывающие, скажем так, авантюристские, может быть, даже хамские по отношению к тому же Азербайджану. Вплоть до того, что он там издевается, критикует, может быть, даже, опять же, не всегда в приличном тоне государство Азербайджан. И здесь возникает вопрос, должны ли мы, как налогоплательщики, заботиться о том, чтобы наши налоги сшли в том числе на работу государства по вызволению вот таких вот авантюристов-блогеров, причем профессиональных авантюристов, в хорошем смысле слова. Если позволите, начну издалека. Вы знаете, Национальный штаб по борьбе с террором с завидной регулярностью публикует во всех средствах массовой информации, я, как человек, имеющий непосредственно отношение к СМИ, заверяю вас, что нет ни одного СМИ, вплоть до забора, на котором не публиковались бы всегда, как только они присылаются, рекомендации штаба по борьбе с террором страны, где для израильтян опаснее всего. Если, знаете, там разбивается на три категории, да, меньше опасность, больше... Да, есть памятка МИДа Израиля, да. И это постоянная голодная боль МИДа в том числе, несмотря на то, что, ну, вот эти предупреждения, разве что из утюга не раздаются, и все равно израильтяне туда лезут, вот, извините за прямое, но точное слово, и периодически попадают во всякие неприятности, и МИД должен отдуваться, и так далее, и так далее. И всегда с этими проблемами возникали, ну, это уже, по-моему, риторический вопрос в нашем государстве, что, может быть, даже ввести закон, обязывающий их оплатить, например, расходы. Несмотря на то, что их предупреждали, их приходится вытаскивать, говорит, ну, все-таки мы своих не бросаем, в честь государства, надо сказать. Но хотя бы обязать вот этих авантюристов, профессиональных и не очень, оплачивать расходы государства на их вызволение. Значит, совсем откатываясь далеко, я, к сожалению, год не помню, но была страшная снежная буря в Иерусалиме, когда там на несколько дней столица чуть ли не оказалась отрезана, ну, по крайней мере, какие-то ее районы. Так вот, только Министерство транспорта, вот, меня память не изменяет, выпустило за один день пять или шесть предупреждений о том, что не приближаться к Иерусалиму ни в коем случае, если у вас нет в этом большой необходимости. Если помните, ну, просто сотни застряли там, и после плакали по всем каналам, на то, что государство нас бросило, мы там чуть не замерзли. Теперь, возвращаясь к сути дела, мне кажется, здесь тоже, ну, как всякое сравнение, может, и хромает, но не на обе ноги. Послушайте, ну, он из того, что я успел прочитать из его блога, но он абсолютно откровенно провоцирует Азербайджан, он абсолютно отдает себе отчет в том, что он делает. Я бы разделил эту тему на две части, значит, от того, что он высказывается в адрес Израиля, в том числе, нелицеприятным образом, и это его право, к сожалению. Однозначно. Да, конечно, да, конечно. Но вопрос, как бы здесь провоцирует он Азербайджан или не провоцирует, это его право. Вот вторая часть вопроса, он же отдает себе отчет, что он делает, и тогда, ну, что называется, ну, если вас предупреждают не совать гвоздь в розетку, ну, не стоит потом жаловаться и подавать представительский иск на Хеврат Хашмаль за то, что вас стопнуло током. Да, но первую помощь-то нужно оказать, даже если мы сунули гвоздь в розетку. Безусловно, вопрос консул, я даже, ну, может быть, это несколько нагло прозвучит, если бы от меня что-то зависело или, например, к моему мнению прислушались, я бы предложил третейский вариант, это осудить его, то есть властям Азербайджана, передать его властям Азербайджана, осудить его по азербайджанским законам и передать, отбывать наказание в Израиль, например. То есть такой вариант Соломонова решения? Ну, мне оно представляется Соломоновым, потому что мне кажется, что все-таки условия израильской тюрьмы немного, совсем лучше, чем азербайджанская. Я, правда, ни там, ни там не сидел, но из того, что читал, мне представляется это правильно. Ну, и поближе к семье, конечно. Безусловно. Ну, и кроме того, то, с чего я начал, вот, мне очень странно показалось, не странно, а мне, правда, хотелось узнать, потому что, ну, Ксения Светлова чем-то руководствуется. Вы понимаете, в российских тюрьмах, в тюрьмах странах бывшего Советского Союза находятся десятки израильтян. Если не сотни, да, конечно. Если не сотни, часть из них, безусловно, там есть, ну, абсолютная уголовщина. Это не о чем говорить, и они должны быть осуждены по законам тех стран, где они совершили преступления. А вот такие вещи, как вот этот блогер, который, опять же, вопрос, он монетизирует свой блогер. Он это делает просто потому, что, ну, вот, у него адреналина не хватает? Или он монетизирует свой блогер? Насколько я понимаю, это действительно его работа, это род занятий его. Ну, род занятий, значит, тебе должен либо работодатель оплачивает тогда все расходы. Нет, он самостоятельно. То есть, он самостоятельно должен брать в расчет финансовые расходы, возможные финансовые расходы, связанные с твоей деятельностью? Должен, спору нет. Вопросы, должны ли мы, как государство, то есть государство Израиля, должно ли оно вписаться за него перед Азербайджаном, который, опять же, жутко злится, очевидно, и на официальном, и на неофициальном уровне, и с которым у нас буквально несколько дней назад были подписаны довольно серьезные сделки. Это общеизвестный факт. Мне кажется, одно о другом не касается. Сделки своим чередом... Ну, это ложка дегтя такая неприятная. В отношениях между государствами, как в отношениях между мужем и женой, отчасти, день так, день утром было хорошо, вечером стало хуже или наоборот. Поэтому, там вообще очень странная деталь. Дело в том, что Азербайджан, насколько я ознакомился с Азербайджаном, требовал его выдачи, требует его выдачи, по-моему, около двух или трех лет. Он включил его в список нежелательных особ, да. Да, но в Интерполе лежит ходатайство о его задержании уже около двух лет. Почему в Беларуси сполошились... В Беларуси он был уже неоднократно после этого. Почему в Беларуси сполошились после двух лет, после того, как он... Он описывал какую-то систему, он хвастался какими-то своими знаниями, своими лайфхаками, как обходить вот эти вот системы погранконтроля, которые не очень совершенны и как в Азербайджане, так и в Беларуси. Ну, тогда мне только стоит пожалеть сотрудников МИДа, которые поставлены просто в ужасающее, по-моему, положение. Это уже даже не между двух стульев, а на трех конях в разные стороны. То есть, ну, квадрига ужасная. Насколько стоит вмешиваться, мне кажется, только тогда только в рамках существующего закона Беларуси, Интерпола и Азербайджана. Потому что если, ну, каждый гражданин, который был полувозрелый и находящийся в твердом уме, как он, видимо, хотя бы о себе думает, и не состоящий на психиатрическом учете, начинает вытворять вещи, то, соответственно, государство не может вписываться за каждого, у кого возник недостаток серотонина, который надо резко разогнать адреналином. Что ж, спасибо, Константин. Это был журналист Константин Пушкин о блогерах-авантюристах. Спасибо. Спасибо, Михаил. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok